День города В Беларуси увеличивается размер базовой величины. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2015 года, размер базовой величины в новом году составит 210 тысяч рублей. Сразу два профессиональных юбилея отметили сотрудники Управления внутренних дел. 95 лет со дня образования финансовых и тыловых подразделений и 95 лет со дня образования подразделений по гражданству и миграции. На торжественном открытии мероприятия начальник УВД Могилевского облсполкома полковник милиции Александр Ковальчук отметил, что за свою многолетнюю историю структура финансовых и тыловых подразделений и подразделений по гражданству и миграции неоднократно изменялась, исходя из необходимости решения главной задачи обеспечения законности и правопорядка в государстве. За служебные заслуги представители органов были награждены нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарностями. Основная цель наша и задача нашей это своевременное обеспечение органу подразделения внутренних дел, а также других подразделений финансовыми средствами, материально-техническими средствами, вооружением, боеприпасами и так далее. Подразделения по гражданству и миграции это одно из их направлений милиции. Как театр начинается с вышелки, так вот милиция начинается с гражданства и миграции. То есть практически за год больше 50% населения посещает наше подразделение. И по всем направлениям. То есть в течение двух лет уже все жители Республики Беларусь могли обратиться в органу подразделений именно к работникам подразделений по гражданству и миграции. Госавтоинспекция в преддверии зимних школьных каникул с 21 по 27 декабря на территории Могилевской области проводит неделю детской безопасности. Главная ее цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В текущем году на территории области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 46 дорожно-транспортных происшествий. Большинство из них происходит вследствие игнорирования детьми сигналов светофора, перехода дороги в неположенных местах, появления на проезжей части из-за препятствий либо стоящих автомобилей. Особое внимание во время проведения акции уделено безопасной перевозке детей. Прежде всего водителей и нарушителей привлекаем к административной ответственности. Ну и чтобы они больше не нарушали, вручаем вот такие вот специальные детские удерживающие устройства, которые позволяют пристегнуть ребенка безопасно ремнем, который находится в автомобиле. Госавтоинспекция напоминает, что детей в возрасте до 5 лет в легковом автомобиле необходимо перевозить с помощью детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Детей от 5 до 12 лет перевозите с использованием удерживающих устройств или же бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. За нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 4 базовых величин. И если нарушение выявлено повторно, штраф увеличивается до 8 базовых величин. Однако сегодня жесткость кнута была смягчена пряником в виде подарка, который не оставил равнодушным ни одного водителя. Обязательно, кто не имеет кресла специального для перевозки маленьких детей и взрослых детей, себе прикупите и используйте, чтобы было и вам удобно, и детям удобно. Сразу несколько организаций города отметили юбилеев с датой образования. Одна из этих организаций – Могилевская областная детская стоматологическая поликлиника, которая исполнилась в 50 лет. Уже 50 лет маленькие пациенты получают квалифицированную терапевтическую, хирургическую и ортодонтическую помощь. Услуги оказывают пациентам не только города, но и закрепленных районных центров. В поликлинике все современное оборудование, кроме стоматологических установок, у нас в Первой Республике имеется ортодонтический аппарат и цифр-приставка для детей, для рентгенодиагностики. Ежегодно поликлинику посещают 110 тысяч детей, где им оказывается высококвалифицированная помощь специалистов. Избавиться от болевых ощущений помогают самые современные технологии. На базе поликлиники также создан ортодонтический центр. Очень приятно находиться сегодня на таком замечательном мероприятии и поздравлять дорогих и уважаемых людей. Это наши врачи-стоматологи. Конечно же, хотелось бы пожелать им здоровья, счастья, хороших клиентов. Побольше зрения. Да. Детишек, которые будут, улыбаясь, приходить с благодарностью за то, что у них красивые белые зубки. Воспитанники областного кадетского училища и юные лицеистки кружились под звуки вальса на традиционном рождественском балу. Это одно из наиболее ярких мероприятий, проведенных в преддверии Рождества и Нового года. 21 декабря в Могилевском дворце бракосочетаний состоялся Рождественский бал. Воспитанники областного кадетского училища вместе с прекрасными девушками продемонстрировали свои умения в исполнении полонеза и вальса. По традиции кадетский бал проводится во второй четверти перед Рождеством. Могилевское областное кадетское училище организовывает это традиционное мероприятие наше – Рождественский кадетский бал. Ну и поскольку девочки не обучаются в нашем учебном заведении, поэтому мы приглашаем воспитанниц лицея номер два и воспитанниц студии «Дельвейс» в студии эстрадного танца. С 2011 года кадетский Рождественский бал стал традиционным мероприятием для нашего города. Песни, игры, торжественные бальные танцы – все это демонстрируют зрителям галантные кавалеры и благородные дамы. Мы готовились на протяжении двух недель. Это были упорные тренировки, так сказать. Сначала мы готовились у себя в кадетском училище, потом ЗАГС нам, получается, дал помещение, и вот мы уже, получается, неделю готовимся здесь. Всего пару недель и ребята показали прекрасное светское мероприятие. Вечер закончился подарками от представителей Министерства спорта и туризма, облсполкома, таможни и банков. Курсантам был вручен денежный сертификат, компьютерная техника и сладкие подарки. Святослав Мурунов, известный российский урбанист, правил проектный семинар «Прикладная урбанистика» в Школе городских инициатив «Теплица». В рамках семинара обсудили вопросы стратегии развития города через создание сети городских сообществ. Свят Мурунов является руководителем Центра прикладной урбанистики в Москве, эксперт и преподаватель Центра территориальных инициатив «Архополис». Куратор проектов Института прикладная урбанистика, эксперт ВШУ Института «Стрелка». Мы привезли в Могилев первый раз известного российского урбаниста Святослава Мурунова. Это специалист в области развития городов. Он в Беларуси уже был в некоторых городах, в Минске и Витебске. Это его первый приезд в Могилеве. В Могилев мы планируем, что Святослав поделится опытом технологии и проектирования общественных пространств развития городов. Мы сможем как-то эти практики использовать в городе Могилеве. Посетив Могилев первый раз, Святослав Мурунов отметил, что у города интересный ландшафт и большой потенциал для развития. Мне город понравился. Во-первых, масштабный человек. Не успел он застроиться высотками. Во-вторых, интересный ландшафт, река в городе всегда большой плюс. Много потенциала для развития. Частный сектор достаточно разряженный, промзоны. На семинаре шла речь о системном видении устройствах городов с точки зрения пространства, социальных систем и технологиях развития. Как создавать масштабируемые городские события и запускать креативную экономику. Также были затронуты темы городских сообществ и их взаимодействия. Организатором мероприятия выступил Центр городских инициатив. В предновогодний период сопровождается резким увеличением количества пожаров и травм в результате нарушения правил пожарной безопасности при подготовке к праздникам. Неосторожное обращение с пиротехническими изделиями. Предупредить чрезвычайные ситуации с подобными последствиями – цель республиканской акции «Безопасный Новый год». Сегодня в местах продаж пиротехнических изделий появились Снегурочка и Дед Мороз в оранжевой боевой одежде спасателей МЧС. Новый год – любимый праздник практически всех людей. С каждым днем все ближе и ближе. И поддавшись новогоднему настроению, не стоит забывать о соблюдении мер безопасности при обращении с пиротехническими изделиями. Именно об этом сегодня напоминали жителям города сотрудники МЧС. Люди в форуме, заручившись поддержкой Деда Мороза и Снегурочки, напоминали жителям города о правилах использования пиротехнических изделий, посетили один из магазинов пиротехники, где также напомнили о мерах безопасности и возрастном ограничении на продажу петарды и салютов. По законодательству, даже один из символов Нового года – бенгальский огонь – теперь можно приобрести исключительно с 18 лет, а самую безобидную хлопушку с конфетти – с 15 лет. Пиротехнические изделия нужно приобретать в специальных магазинах, которые имеют сертификат на продажу данного изделия. Второе, конечно же, перед использованием почитать инструкцию, так как там в ней написаны все правила пользы, для того, чтобы не получить каких-то увечья. Ну и, конечно же, хранение петард – это самый важный момент, так как кто-то может на батарее их сушить, греть, из-за этого они автоматически, можно сказать, взрываются, и люди получают травмы. Самое главное – безопасного Нового года. Но мы решили спросить могилевчан, как они относятся к использованию пиротехнических изделий в новогоднюю ночь. К бенгальским огням отношусь положительно, к петардам – отрицательно, потому что они меня очень пугают. Когда наступаешь, и тут взрывается все. Это Новый год, праздник, все радуются. Как бы это плохо, конечно, опасно. Нет, ну, естественно, нужно соблюдать правила пожарной и вообще использование салюта, петард. Травмы, если не знать, как правильно с ними обращаться. Ну, поскольку никто не знает, как с ним правильно обращаться, я против. Я знаю, что много травм из-за этого происходит. Но если бы это было легализовано и подавалось легальным государством, было бы проще контролировать. Не очень, это не очень безопасно. Я считаю, это не плохо. Ну, если это безопасно и использовать безопасно, то очень даже за. Но если это бездумно, то, конечно же, это может причинить и увечья, и вред. Ну, вообще отрицательно. У меня во дворе бьют эти петарды, и детки стоят рядом. Я смотрю на молодых родителей и просто удивляюсь. Если ставить их с умом, то пользоваться можно. Ну, как у нас пользоваться? Так я отношусь положительно, но только чтобы было безопасно. Случайно не залетела в квартиру. 75-летний юбилей отметил профессиональный лицей номер 9 имени Александра Павловича Старовойтова. Подробнее в нашем следующем сюжете. За годы деятельности учебного заведения более 18 тысяч выпускников обладели профессиональными навыками и стали настоящими специалистами строительного дела. В нашем лицее обучаются дети, получают профессию строителей. Это автокановщики, бульдозеристы, трафталисты, каменщики, бетонщики, отделочники, плиточники. В 9 лицее учатся 430 детей. Это лучшие дети области. На протяжении 75 лет лицей готовит высококвалифицированных специалистов, которые работают практически на всех строительных объектах города и области. Лицей номер 9 строителей. Это наш, как бы, ну, самый близкий, наверное, учебный вуз, который с нами постоянно сотрудничает. И мы рады, что мы с ними, у них хорошие специалисты. Они хорошо готовят своих молодых людей, которые, барышень тоже, которые приходят к нам и хорошо работают. Одна из основных задач учебного заведения – подготовить молодых людей к самостоятельной жизни и владеть выбранной профессией. Местами, местами дети, закончившие данное учреждение, имеют подготовку как специалисты выше, чем с других заведений приходят. Это без всякой лести и без обмана. Вот, как бы, у детей привит, привита любовь и желание к труду. Туристский клуб ОСС средней школы номер 5 занял первое место в соревнованиях по жумарингу, который проводился впервые в нашем городе. Подробности соревнований у Вероники Дробышевской. Здоровый образ жизни всегда в моде. Впервые на базе средней школы номер 5 прошли открытые соревнования по спортивному жумарингу. Среди учащихся объединений по интересам отдела туризма, спортивного ориентирования и экскурсий. В состязаниях приняли участие спортивные команды города и области. Конечная цель и задача это подготовка детей к походам. В данном случае мы готовимся к горным походам, потому что пешок робко у нас достаточно простая, легко проходится. А здесь мы уже видим способность детей выживать вот в таких вот условиях. Проверить спортивную подготовку ребят и показать себя собрались туристские клубы. Спортивный жумарин представляет собой подъем по вертикально закрепленной веревке. Каждый старался оказаться на высоте, но сбираться по канатам оказалось не так легко. Были и взлеты, и падения. Победу удержали сильнейшие. Летом в планах у нас Кавказ. Но на источники, там радиальные выходы на ледник, на марены. И вот проверяем сейчас физическую подготовленность детей. Администрация школы с удовольствием поддержала данную идею и предоставила спортивную площадку для соревнований. Также школа активно выступает за формирование здорового образа жизни у учащихся и популяризацию такого нестандартного вида спорта. По итогам соревнований первое место занял туристский клуб Ост. Второе место разделили между собой две команды. Центр туризма и краеведения детей и молодежи Парус и команда города Кричева. Третье место досталось туристскому клубу Альтаир. На сегодня это все, уважаемые могилевчане. Ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на инфособакотв2.бай. Все выпуски программы «День города» доступны на нашем сайте. Не оставайтесь равнодушными, любите свой город.